О вреде мусора можно говорить, наверное, бесконечно. Вот, например, о какой вред наносит обществу и экологии полиэтиленовый пакет или обычные стеклянные или пластиковые бутылки? Давайте разбираться. Казалось бы, при воздействии прямых солнечных лучей полиэтиленовые пакеты должны разлагаться быстро. Однако, экологи уверяют, множество таких пакетов высокой плотности, значит, мусор может разлагаться около ста, а то и больше лет, загрязняя окружающую среду. Правда, токсичных веществ, по мнению экологов, выделяет совсем немного. Если их неправильно перерабатывать, например, сжигать, то там будут получаться как раз отходы, которые очень опасны. То есть, если неправильно проводить, то это как раз их утилизация. Можно получить большую кучу каких-то вредных веществ, которые гораздо будут происходить, вот этот весь полимер, который бежал бы в земле 200 лет. А вот стекло приносит больше вреда даже в том случае, если просто лежит на дороге. Распад обычной стеклянной бутылки составляет около миллиона лет. Опасность мусора видна, можно порезаться. Но главную угрозу представляют осколки стекла и бутылки, в солнечную погоду работающие как линзы. Это может стать причиной возгорания. Стекло само по себе, оно, конечно, очень химически инертный материал. Токсичного действия, как правило, если это упаковка товаров пищевых, там токсичных веществ мало, смотря только что было в нем залито для этого. Также дела обстоят и с пластиком. Пластиковые бутылки сжигать вредно. Образуются токсические отходы, которые вместе с дымом и пылью попадают в легкие. Закапывать мусор нежелательно. В связи с долгожительством материала. Разложение около 500 лет. В Ханты-Мансийске нашли решение проблемы. В июне прошлого года открыли пункт приема вторичного сырья. Цена за килограмм алюминиевых банок 25 рублей, пластиковых 9. После того, как мы собрали определенную партию вторсырья, мы их направляем в специализированные организации для дальнейшей переработки. И напоследок один из самых опасных видов мусора – батарейки. Экологи говорят, одна пальчиковая батарейка может загрязнить тяжелыми металлами около 20 квадратных метров. В ней много металлов – ртуть, никель, цинк, которые наносят существенный вред здоровью людей и животных, а также невосполнимый урон окружающей среде. Одна из основных опасностей – то, что способны вымываться токсичные вещества, потому что он хранится под открытым небом, даже на полигонах. И это все потом уходит с осадками. Независимо от того, сколько токсичных веществ выделяет мусор, от полиэтиленового пакета и до батареек, экологи уверяют – любой из них несет вред. Поэтому призывают выбрасывать мусор в специально отведенные контейнеры, где ему дадут вторую жизнь, переработают в другой необходимый, а главное – безопасный материал. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok